Скажите, а какая форма одежды нужна для занимающихся? Форма одежды для занимающихся начальный уровень, белая марка, темные спортивные штаны, босиком. Можно какую-то мягкую обувь, типа чешки, носки, но ни в коем случае не кроссовки. Люди, которые уже прозанимались какое-то время, ну скажем полгода, то им разрешается носить форму одежды в виде кимоно. Это специальная одежда, она бывает нескольких видов, в виде рубашки, пиджака и халата. Традиционно начинающий студент, это уровень черный-синий пояс, занимается в черной одежде, то есть вверх и вниз черный, то есть пиджак у меня вот белый, это значит инструктор или мастер. Начинающие студенты не имеют права носить белую форму одежды. Именно пиджак, только майка. На майке обычно логотип школы Хонгья Вьетнам. И люди, которые выступающие, то есть на какие-то презентации, они могут, конечно, иметь другие виды одежды, яркие, праздничные, красивые. Это может быть просто одежда для шоу, то есть это разрешено. Форма одежды очень важна, и к форме одежды также относится пояс. Пояс – это традиционная часть одежды, и она разделяется по уровню занимающихся. Начинающие – это черные пояса, средний уровень – молодой инструктор, синий. Красные пояса – это старший инструктор или мастер. Белый пояс – это мастер. Золотой пояс – это глава школы, граф-мастер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова